Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые председатели, подвески сайта Казахстанского клинического научного центра по радиоосложению бариатрического хирургии. В нашем центре было выполнено за 6 лет более 1000 бариатрических операций. Основная часть остается от абороскопического ботонной резекции желудка и сейчас увеличивается число абороскопического гастрошимутирования. Основной контингенцией вставляют женщины, мужчины и женщины. В нашем центре мы имеем все возможности до госпитальной диагностики и, соответственно, послеоперационного введения осложения. У нас есть гастроскопическая служба, ремнино-цикулярный служба, КТ, МАТ. К сожалению, не трудоуставь, но поменьше, но все же не имею. Какие принципы в нашем центре мы не выполняем? Мы не выполняем их, а также не выполняем предпократическое форсирование. Внутри желудочно-баллоны устанавливаем глинингексов на стелы менее 35, и продольная резекция желудка уклоняется с аппликацией более глинингексов на стелы более 35. Какие осложнения мы можем встречать во время операции, после операции ранее перелет от внутривышней абстерса, перфарации, толстой кишки пищевой. То есть это во время операции. Мемоторакс, пневмония диастена, ранение печени селезенки, ранение аорты у нас. Тараканная грижа, вы же после операционного периода стойки, береговый синдром, инфекция, челокусы. Также фибрилляция претерпы во время проведения института, с лишней деятельности, тромбозгольких дел, после операционного периода стелы, аспирация во время удаления зомбай и спины. Какие же симптомы осложнений ранее в констеперационном периоде? Три разных наших симптома. Это боли в животе, тахикардия и лихорадка. Скорее всего, если у вас есть эти три признака, скорее всего, есть какие-то проблемы. Что может быть в госпитале кровотечения, не стоит измерения швов, перфорация, либо тромбозгольких лет. Первых трех пунктов, наверное, нужно думать о поведении повторного оперативного решения. Осложнение подобных измерений, что вы не стоит измерения швов, кровотечения внутри просветные, внутри брюшные, потому что после операционного периода я застрелил имени. Не стоит измерения симптомы гипертемия, это глиокардия, боли в животе. Диагностика в геноскопе с водоросстворением, контрастом, УЗИ в наличии жидкости. И при КТ мы также увидим уровень жидкости. Какие же методы лечения? Это тренирование, можно использовать дископические вакуумные терапии, дископическое затратирование, повторную операцию, многоэтапную реконструкцию. Хотелось бы клинический пример привести это уже лечение, осложнение. перитомит вызвано перифорацией стентом в пути желудка. Пациент уже обратился к стенту установлен. На фоне инстатисты в пути был установлен стент и вызван перитомит проводение стента. Что было выполнено? Поскольку в пульте желудка маленькая и невозможно было выполнить никакую конструкцию в условиях перитомита, было выполнено вложение эзофагостомы и энтеростомы для питания пациента. Через полгода было выполнено реконструкция лодобокрек с эзофагоэнтероностомозом. Осложнение в шутировании это стомозиты, структуры, кровотечения, несостоятельность, внутреннее ущемление, лязвие эзофагостомоза и более поздних герузий, избыточная варенфекция, герониментическая недостаточность, костилопороза и герониментическая инфекция. И стенозия гастроэнтероностомоза можно выполнить эндоскопическую баллонную диатацию. Однако, если неэффективность данного метода происходит, можно выполнить реконструкцию уже расширить эзофагостомоз в оперативной герониментической гастроэнтероностомозе. При кровотечении стеклостероностомоза можно установить эндоскопическое действие в составе вражения и выживание. Также, при настоятельстве стеклостероностомоза симптомы тахикардии, ликорситоз, лихорадка, межутрия, признаков чаще всего присутствует в геноскопии с обестренным контрастом, как эндрография, включение ранней гастроэнтероскопии, адекватная ассоциация, ленирование этого образа под вопросом. Может быть, опыт получился стендированный на при нестоятельности образования и нестоволенном. Здесь у нас при нестоятельности внутреннего ущемления, сроки возникновения несколько дней для нескольких месяцев, клинические проявления, обязательность пластические боли в желатке, задержка стула, слабость диагностика ленинген, кортейнген, аферография, влечение релокроскопирующего антидефекта, педемиологическая картина выведена в личном уровне и расширенная петлютопа кишечника. Профилактика осложнения тромботические осложнения, эластическая компрессия передаконечности, низкого млекровного гепарина за 12 часов до операции, после операции различные рекомендации используются от 1 месяца до 6 месяцев даже год, потому что есть мнение анестезиологов и ременологов, что они помогают использованию низкого млеккулярного гепарина, либо оперирования антикоагулянтов на время всего периода потери веса, то есть в первый год. Также для профилактики прямого симптома используют раствор врублении калина в окажем гепарина мы применяем на каждой операции при профилактировании стаити после проблений университета ушивания степени на линии не стаити не профилактируют, но профилактируют промышечения ушивания после газно-шунтирования окон для того, чтобы не было последующих ущерб внутренних. Спасибо за внимание. Хотелось бы добавить, что в нашем центре имеются курсы подготовки гиператрических перуков, аккредитов, информации если у вас есть желание поучиться посмотреть, пожалуйста, ждем вас. Спасибо. Спасибо.